Елена уже более 20 лет работает экскурсоводом. Это ее основная работа и введение новых требований к гидам женщину не пугает. Напомним, Госдума в третьем чтении приняла законопроект о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Документ предусматривает обязательное наличие российского гражданства у экскурсоводов, которые работают в нашей стране. Кроме этого, они должны будут проходить аттестацию на владение компетенциями, проводимую специальной комиссией, и ее создаст региональное министерство туризма. Также Ростуризм будет вести единый федеральный реестр гидов, которые прошли аттестацию и получили соответствующий документ. Елена и без нового закона проходит все аттестации, которые предлагаются Самарским Минтуризма. На самом деле, 50% это точно от ныне так называемых работающих экскурсоводов. Это люди, которые не то что аттестацию не проходили, а даже не заканчивали курсы экскурсоводов. На самом деле, аттестацию могут проходить только те люди, которые имеют диплом экскурсовода. Сейчас более чем достаточно экскурсоводов. Просто другой вопрос, что, может быть, люди, которые сейчас это избегают, они волей-неволей будут вынуждены проходить эту аттестацию, тем более изначально заканчивать курсы. Данным видом не могут заниматься лица, имеющие судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении личности, такие как тяжкий вред здоровью, неприкосновенность личности и так далее. Не обязательно будет данная процедура для лиц, осуществляющих этот вид деятельности на основании трудовых договоров и гражданских правовых договоров при религиозных организациях, а также в рамках образовательной деятельности. Некоторые экскурсоводы избегают получения сертификатов, потому что на подготовку к аттестации необходимо потратить большое количество усилий. Даже опытные гиды не всегда могут получить заветный документ. Аттестация у нас в департаменте туризма, она проходит бесплатно. Например, перед чемпионатом мира по футболу 50 человек экскурсоводов, то есть это те, кто имеет диплом экскурсоводов, подавали на аттестацию, закончили 30. После вступления закона в силу срок действия аттестата будет составлять 5 лет. Хотя за границей, например, такие документы выдают бессрочно. Согласно закону, не обязательно сразу штурмовать Министерство туризма. Лица, которые сейчас уже работают в этой сфере, смогут продолжать трудиться в течение года после вступления закона в силу, либо до окончания срока сертификата, который был выдан ранее, но не дольше, чем до 2024 года. Продолжение следует...